Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 9.30 по GMT ждем выступления главы британского регулятора Эндрю Бейли. Фонд находится в центре нашего внимания, мы в последней торговой сессии. Наблюдаем за тем, как британская валюта явно теряет импульс к росту и, в принципе, уже коррекционная динамика больше начинает походить на возвращение к нисходящему тренду. Я надеюсь, что омрачение перспектив экономических, которые, в принципе, должны сегодня произойти после выступления Бейли, может стать достаточным триггером для того, чтобы фонд оказался на более низких локальных уровнях. Это еще не говоря о тех общих проблемах, с которыми сталкивается британская экономика в последнее время. Далее в 10.00 по GMT роничные продажи еврозоны. Здесь, конечно же, никаких надежд на улучшение макроэкономических данных. То есть заранее можно со стопроцентной вероятностью сказать то, что нас ожидает еще один слабый релиз, который будет дополнительным индикатором того, что европейская экономика в целом, это не отдельный регион ЕС, а еврозона в целом, катится к пропасти под названием рецессия. Мы, собственно, ранее попробовали порассуждать о вероятности реализации такого сценария. После данных по ВВП еврозоны, которые в данном выражении снизились с 0,5% до 0,1%, очевидно стало, что один маленький шаг отделяет еврозону от такого понятия, как техническая рецессия. Самое главное событие сегодняшнего дня, может быть, даже всей недели, это выступление главы американского регулятора Джерома Паула, который состоится в 14.15 по GMT. Нужно дождаться обязательно его речи, потому что в конечном счете нам нужно уточнить, что либо изменилось ли в планах Федрезерва после выхода данных по Non-Farm Perils, потому что все, конечно же, упирается в динамику американского доллара. Доллар, его перспектива зависит от того, что думает Федрезерва и, в конечном счете, что делает. Ну, в общем, послушаем Паула, завтра обязательно подведем итоги его выступления. И под закрытие, относительно закрытие торговой сессии еще стоит дождаться отчета по запасам нефти. В США в 15.30 по GMT. Нефти сейчас точно нужна поддержка, учитывая мощное снижение в последней торговой сессии, даже несмотря на сохраняющиеся геополитические риски и тот новостной фон, потенциально поддерживающий, о котором я говорил ранее. Ну, может быть, запасы нефти все-таки вернут определенное количество покупателей на рынок и будет достаточно, чтобы бренд и WTI оттолкнулись от локальных минимумов. Давайте теперь по порядку. Индекс доллара 105.40. Мы наблюдаем за восстановлением американской валюты. Причем, я думаю, что вопросов к этой динамике вообще не должно быть. Лучше скажем так, что не должно было быть того чрезмерного снижения, которое мы наблюдали в пятницу после выхода данных по Non-Farm Perils. Но хорошо, что инициатива перешла снова к покупателям, и американскую валюту снова тащат к локальным максимумам. Геополитика – это фон, который ни в коем случае не списывайте со счетов, потому что если копнуть эту тему, вы поймете, что новостной фон, он скорее крайне плохой, нежели чем в нем появились какие-то признаки улучшения ситуации. Совет безопасности ООН провел закрытое заседание ранее и так и не пришел к резолюции о прекращении конфликта. Мы знаем, что Натиньяху также отказывается прекращать огонь, что доказывает отсутствие каких-либо признаков, сигналов о деэскалации конфликта. Общий фундаментальный фон, который мы ранее разбирали, связанный с американской экономикой, он также поддерживающий для американского доллара. В частности, напомню риторику Паула на пресс-конференции во время и по итогам заседания Педрезерва, которое состоялось на прошлой неделе. То, что политика должна оставаться жесткой, потому что это те самые условия, которые сейчас ограничивают экономику и сдерживают дальнейший рост инфляции. Здесь, наверное, с моей стороны стоит сделать ремарку, что под жесткой монетарной политикой подразумевается не ожидание того, что ФРС пойдет на еще одно повышение процентной ставки. Я в это практически не верю. Но к жесткой монетарной политике мы также можем отнести ожидания и прогнозы того, что ФРС оставит ставку на текущем, крайне высоком уровне 5,5% в течение длительного периода времени. И это тоже можно воспринимать как те условия, при которых рано еще говорить о том, что монетарная политика будет топить позиции доллара. Если ФРС через какое-то время, я в этом крайне сомневаюсь, начнет сигнализировать о готовности к снижению процентной ставки, вот тогда да, мы будем уже подразумевать радикальную смену текущего курса. И это создаст условия для ослабления позиций доллара. Но сейчас этого не происходит. Плюс ко всему, представители Федрезерва, которые влияют, скажем так, на мнение аналитиков, экспертов или, может быть, даже на мнение элитарного кабинета представителей Федрезерва с позиции своего опыта, также придерживаются точки зрения, что сейчас лучше совершить ошибку и чрезмерно ужесточить монетарную политику, нежели чем через какое-то время осознать, что ФРС сделало не все, что было в его руках. Потому что инфляция действительно может выйти на новые максимумы, особенно при определенном развитии событий на рынке углеводородов. В частности, такой позиции придерживается глава Минниапольса Нил Кашкари. Он также отметил, что отчет по Not Farm Perils, единичный, он не меняет все картины. И стоит теперь уже ждать данные по инфляции. США, которые выйдут на следующей неделе, мы будем пристально следить за этой статистикой. Но что-то подсказывает мне, что индекс потребительских цен останется на прежних уровнях или даже продемонстрирует какие-то признаки роста. На этом фоне для меня американская валюта остается с приоритетным направлением движения вверх. Поэтому цели 107 пунктов никуда не делись. По другим финансовым активам, золото 1967 долларов за тройскую фунцию, индекс настроений пока по-прежнему не подает хороших сигналов. Вообще каких-либо сигналов, потому что мы видим распределение большинства и меньшинства продавцов и покупателей 50 на 50. Ждем перевеса в какую-то одну сторону. Я надеюсь, что в конечном счете толпа залезет в короткие позиции. Здесь уже будем искать точки входа на покупку. Британская валюта против доллара 1.2283. Ждем сегодня выступления Бэйли и в пятницу уже данные по промышленному производству и ВВП. Я не ожидаю сегодня каких-то жестких тезисов и риторики в целом от Бэйли, что должно, в принципе, притопить позиции британской валюты. И в пятницу данные по ВВП могут как раз стать еще одним подтверждением уже окончательным, что британская экономика окажется в рецессии. Австралиец против доллара 0.6438. Текущие котировки. Локально, спекулятивно эта пара интересна именно покупателям, потому что Резервная банка Австралии повысила процентную ставку. Но даже хоть какой-то незначительной реакции на факты ужесточения монетарной политики мы не увидели. В общем, как бы эта пара немного должна фундаментальному анализу, поэтому я бы на ближайшие торговые сессии предположил, что с большей долей вероятности мы вернемся в район 0.65 и потенциально даже повыше. Доллар иена 150.50. Эту пару пока не трогаем, потому что крайне вероятно какое-то вмешательство со стороны Банка Японии и вероятность этого возросла после того, как пара оказалась выше 150. Будем искать все точки входа, если пара окажется ниже банки 150. Евро против доллара 1.0690. Очередной блок макроэкономических данных. Вчера это индекс цен производителей. Снижение в годовом выражения на 12.4%. Это доказывает, это статистика, что тут полностью отсутствует какой-то маломайский спрос даже на производимую продукцию, если говорить о заказах, например, вар длительного пользования. Объем промышленного производства в Германии снижение на 1.4%. В сентябре прогноз предполагал снижение на 0.1%. И я думаю, что эта статистика явно указывает на то, что темпы экономического роста что в Германии, что в еврозоне будут дальше снижаться. И в конечном счете регион окажется в технической рецессии. Но напомню, что мы больше акцент сейчас сделаем на индекс доллара. Индекс доллара и пара евро-доллар очень сильно коррелируют между собой. Поэтому сейчас пока нет уверенности, что прям доллар точно встал на ноги и будет дальше расти. Лучше поддержать один актив из инструментов, которые показывают схожую динамику. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!